Несчастные уцелевшие буренки топчутся по тушим своих соплеменниц. Из 40 уцелело всего 5. Остальные погибли в ДТП. Оно случилось на глубоком обходе Красноярска ночью. Грузовик вылетел в другую фуру и перевернулся. Кабина с водителем загорелась. Мужчина сейчас в больнице, а животных владельцы все утро перегружали в другой транспорт. Метель бушевала два дня и накрыла весь наш регион. Вот добирались из Хакасии. А вот такая гигантская пробка из фур выстроилась по дороге в Кемерово и попалась тем, кто возвращался из Шерегеша, который тоже завалило. А железнодорожники рассказали, что их техника только со станции Красноярск вывезла 50 вагонов снега. Целый состав. А со всех путей магистрали 550 вагонов. Кое-как идем устало нести ребятишек. Сегодня всем очень весело, особенно бедным дорожникам. Основная снеговая нагрузка пришлась на Красноярск этой ночью. Утром пешеходы шли с снегу по колено, автобусы буксовали прямо у остановок. Водители плясали у своих авто, кому повезло с лопатами. Горькие дворы брали штурмом, выезжали с толкача или не выезжали вовсе. Город простоял в утренних пробках, а чтобы вычистить дворы и подъезды, времени уйдет теперь не один день. Самыми сложными по-прежнему можно считать спуски и подъемы. Вот такая тут ДТПшечка от удачного, как ехать в гору. Настоящая трагедия разыгралась в приисковом. Несколько групп туристов, снегоходчиков не смогли вернуться на базы после начала метели. Накануне вечером ночевали в снегу. И уже сейчас известно о двоих погибших. Один попросту замерз, у второго не выдержало сердце. Помощи он не дождался. Сейчас местонахождение всех туристов и живых, и погибших установлено. Ребята поехали еще в последнюю группу спасать, но они со спутником телефона определились с местоположением. Двое погибших замерзли. Сказание мужик и гид с базы погиб. А там есть где укрыться? Или там если уехал, то все, там нету ни избушек, ничего? Нет, там все, тайга. Ну обычно копают какие-то там землянки, там у них укрываются, кто по опыте. Но там как бы холодно, и там много снега метет, поэтому снег будет, надо завтра еще. А тем временем синоптики предупреждают о приходе совсем уж лютого холода. Завтра за минус 30 и может продолжиться снег, а к выходным и вовсе мороз будет под 40 градусов. По возможности не стоит выезжать за город. В случае такой внештатной ситуации можно позвонить по телефонам 112 и 127, которые работают даже при нулевом балансе, и сообщить о данной ситуации. Экипаж сразу же оперативно продвинется и вам поможет. Погода, как говорят синоптики, успокоится примерно через неделю. Тогда снова установится 15-ти градусные легкие морозы, которые покажутся нам оттепелью. Анна Гейнцы, Новости Прима.